Ребят, честное пионерское, занимался бы неблагодарным делом, автоновостями, если бы эти новости вообще имели место быть. У нас просто на голову свернутое телевизионное начальство. Я имею в виду начальство федеральных телевизионных каналов. Этим мерзким бездельникам, хавающим рекламные бюджеты, по сути никто цензуру не навязывает, но они боятся быть оторванными от халявной кормушки. Вот и получается, что вещи очевидные и происходящие в стране мы просто не видим. Вещь очевидная – это повышение транспортного налога, который, естественно, никому не нравится. Вот только про то, что это самый простой способ свернуть бошки губернаторам, никто не объяснил. Наш личный губернатор ведь не поднял тарифы, поэтому в текущем году ни один разумный, а Петр Сумин еще и опытнейший политик, не станет разорять сограждан, которым, естественно, это не понравится. К моему глубокому сожалению, но вопросы гораздо более грабительские, чем транспортный налог растамушки, не волнуют особо горожан. К сожалению, интернет – это не кладезь полезной информации. И вот вам процентное соотношение людей, которым не безразлично, то, что происходит в городе Магнитогорске, да и в стране, к тем, кто просто чихает на все. Это капля в море, но радует, и что она есть. Естественно, наезды на ГАИ я не приветствую, но и такое, ошибочное с моей точки зрения мнение имеет право быть. Но в основном, грамотная организация выступления протеста порадовала, как и то, что мы не все серые, безголосые, безмозглые быдла, которые из нас стараются сделать.